Привет-привет! Долго этого ждали, и вот это время пришло. Новости сегодняшние, хотя об этой новости я уже упоминал как-то в каких-то своих роликах еще весной. Итак, читаем, что там у нас. Лента.ру. Россиянам запретили разводить кур на дачах. Россиянам нельзя держать мелкую сельскохозяйственную живность, в том числе кур, на землях для садоводства. Соответствующий запрет подтвердил Верховный суд. Сообщает об этом российская газета. То есть Лента.ру у нас ссылается на российскую газету, но эту новость уже всю перелистали. Зарушение этой нормы грозит крупный штраф. Поводом для разбирателей стал конфликт жительницы Болгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. Инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки Курятника и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей. За административное правонарушение. Понял? Вот так вот. Женщина прошла все судебные инстанции, дойдя до Верховного суда. Но все равно не смогла доказать свою правоту. Ну интересно, кто у нас может сегодня доказать свою правоту, когда у нас обвинительных приговоров выносится 99%. По закону, садовый и земельный участок предназначен для отдыха граждан или для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Подчеркнуть для собственных нужд. Если планируете что-то на продажу и так далее, то тоже нельзя. Также на нем можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на садовых землях, по информации юристов, разрешается ставить улей, но необходимо заручаться согласием соседей. Так. Штраф. Переходим к штрафам. Штраф за кур назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Ясняет издание. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составляет 10-20 тысяч. То есть в любом случае на десяточку ты попадаешь, если у тебя есть курочка или петушок. Так. Что могу сказать? Что такое земельные участки, как дача? Ну, в основном это СНТ. То есть 100%, если у вас какое-то СНТ, вы попадаете под этот закон. Вам ничего там нельзя держать. Слава Богу, пока еще разрешается держать собак и кошек. Но и то, как подметили люди в комментариях в Твиттере, если ты выращиваешь и держишь их не на еду, то, наверное, за это тоже надо платить. Черный юморок. Вам нужно посмотреть своим кадастром, если у вас земля зарегистрированная, какое у вас назначение земли. Если там есть, имеется такая строка для ведения подсобного хозяйства или под ЖС, ну, как сказать, да, под ведение садового хозяйства. Личного подсобного хозяйства, как так, да, будет написано. Тогда к вам, по идее, пока прийти не должны. Но двигаемся в правильном направлении. Не зря была сельхозперепись в августе этого года. Об этом тоже есть ролик на канале. Не зря ходили, смотрели. И там подналетело немножко ботов. Мне написали, что я неправильно все истолковал. Я все правильно истолковал. То есть ходили, смотрели, у кого что есть. То есть теперь даже, вот если у вас земля в воздухе висит, к вам может на вас настучать соседка, к вам приедут зелененькие человечки, выпишут штраф минимум в десяточку рублей. У меня есть знакомая бабушка. Она, конечно же, как и на большинство бабушек, топит за, как вы не знаете, кого. Считает, что хорошо живем и так далее. Но у нее СНТ, и она держит там порядка 15 курочек в парничке. Вот надо ее будет непременно обрадовать, что, скорее всего, бабуль, больше ты яичек не поешь. И готовься отчехлить бабло. Хоть у тебя внук и росгвардеец, он тебя в этом плане не защитит. Вот и все, ребятки. Поели яичек. Все в магазин. Платим НДС. Налоги и все остальное, как полагается. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok